Не употреблять накануне ничего жирного, копченого, острого, а также молочные продукты, яйца и масло. Все это Михаил Викторович Григорович знает уже больше 20 лет. С 88-го года мужчина регулярно сдает кровь. Почетный донор с первой положительной со всей серьезностью подходит к сдаче крови и плазмы. Знает, таким образом кому-то помогает и, возможно, спасает жизнь. Сегодня я пришел, я поговорил с хирургом, он говорит, тромбоциты нужны. Маленькая девочка, надо тромбоциты, именно тромбоциты, чтобы была свертываемость в крови. А у нее, я так понял, лейкемия и плохая свертываемость, а вот нужны тромбоциты. Это серьезные вещи. Знает, что кому-то помог не просто на словах, а делом. И таких добровольцев-доноров братски тысячи. Ежегодно на станциях переливания крови собирают больше 14 тысяч донаций, а это более 5 тонн крови. Цифра для города внушительная, если учесть количество врачан. При этом медики отмечают, что в основном приходят сдавать кровь люди среднего возраста. Нечасто здесь можно встретить молодежь, хотя очень хотелось бы. Но даже несмотря на это, дефицита в донорах у города нет. По своей сути это гражданский подвиг. Это гражданский подвиг, потому что человек своей кровью спасает людей, спасает пострадавших, детей, новорожденных, беременных женщин. Все, кто нуждается в крови. Свой праздник все доноры и начинающие, и почетные отметят 20 апреля. В этот день их в первую очередь должны поздравить люди, которые хоть раз в своей жизни зависели от донорских пожертвований. Олеся Клешкова, Руслан Сидорович, телекомпания «Город».